Девочка-пай 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 На месте. Хорошо, мы приветствуем Ержана. Интересуемся, готов ли он к диагностике? Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо, Вера. Так что там опиши? Какие гири или что там у него висит? У него как пиявки по всему телу и внизу как ноги обмотаны чем-то. Сейчас будем разбираться. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство. Вокруг Ержана. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. Находит все. Пять каналов у нас. Пять каналов. Нормально. Поехали. Демон. Демон. Черт. Черт. Суккуб. Суккуб. Красный дракон и арахноид. Красный дракон и арахноид. Одна голова. Дракон во плаву. Две головы. И считай цифры над головой дракона. Пять тысяч восемьдесят четыре. Одна. Ага. Вторая он воспитывал. Триста двадцать шесть. Хорошо. Считай, пожалуйста, цифры над головой демона. Двадцать. Двадцати керцовый. Двадцать керцовый. У тебя контракт какой-то есть или как? Как понять твое присутствие здесь? Есть. Есть контракт у тебя? Анна, рассказывай, что за контракт. Вот эти пиявки. Да. Черт насадил. По всему телу они. Голова, руки, ноги по телу. В разных местах сидят. Черт. А ты что творишь? Демон приказал ему. А, демон приказал. Так, демон. Мне начинает это надоедать. Или ты начинаешь мне давать информацию, или я просто начинаю на тебя воздействовать. Ты хочешь потерять рога сегодня? Я тебя устрою. Конечно. Могу тебя сжечь здесь. Прямо сейчас. Если ты мне не дашь информацию. Какой у тебя может быть контракт с ним? Кто заключил? И когда? Да, слушаю тебя. Давно заключил. Это не ответ. Первое предупреждение. 21 год. 21 год назад или ему было 21 год? Назад. Значит, ему было тогда 10 лет. Хорошо. Какой контракт ты заключил с ним? Или он с тобой? Как ты это считаешь? Объясни мне свою точку зрения. Черт зашел первый. Угу. На разведку. Увидел подавленность. Безвыходность. Дальше. Демона. Демон сказал успокаивать будет. Вот это ты дал ему... Это ты считаешь контрактом? Демом? Ну, ты даешь. Так, хорошо. Будем с вами тогда разбираться чуть подробнее дальше. Красный дракон, обращаясь к тебе. 5084. Что ты здесь делаешь? На каком основании ты зашел в это биополе? Судя по твоему уровню, ты не заходишь просто так. Я поэтому хочу спросить. О каких энергиях в биополе Ержа найдет речь? Это ангельские энергии, первородные энергии или какие-то особые энергии, что тебя притянули? Если я замечу, что ты меня обманываешь, я достану печать дракона. Обычные энергии. Резкие. Резкие. Понятно. Сколько ты находился в его биополе? Когда ты подселился? Покажи ситуацию. Резкие поступки, резкие движения. Наблюдал. Когда ты вошел в его биополе? Я спрашиваю. 7 лет. 7 лет назад. Хорошо. Ты установил в нем голограммы? Платы. Платы. Хорошо. Сукуб, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. И черт, ты тоже 21 год сидел? 22. 22 года. А на что ты зашел, черт? На подавленность, вроде ты сказал, да? На подавленность, растерянность, горе. И что же это за горе такое может быть? Посмотрел ребенка и зашел. Вот как. То есть он уже ребенком испытывал. И это, в принципе, причина этого горя какая была? Она была до вас? Или уже кто-то там помог этому горе? Мы ни при чем. Ладно. Хорошо. Я сейчас объявляю вам программу. Мы здесь находимся легально по волеизлиянию. Ержана. Вы находитесь здесь нелегально. Ержан силой своего намерения обратился к нам и сказал убрать всех интерферентов, все подключки, расторгнуть все контракты, все, что чужеродное в его биополе находится, он хочет расторгнуть. Мы сейчас начнем производить реверс энергии. Отдадим вам всю темную энергию, заберем у вас всю светлую энергию по праву. После этого я дам команду каждому в отдельности выйти, вытащить все, что наставил в биополе. После этого я провожу проверку. Кто проверку проходит, проверка будет проходить двумя миллионами герц. Если кто-то что-то оставит, он просто сгорит в клетке. Такое уже неоднократно случалось, поэтому я просто предупреждаю серьезно относиться к тому, что я говорю. Все, кто пройдут проверку, я отпущу первый раз на их чистоту после того, как они пообещают, что они больше в это биополе не войдут. Все, кто будет мне мешать или обманывать, я отправляю без разговора в галактическое ядро. Здесь даже никаких дискуссий не будет. Всем понятно? Понятно. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Ержана спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ержану. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия запуганности, подавленности, энергия всех болезней. Все, что он получил от них, возвращается к ним. Арахноэд, как долго ты находился в этом биополе? Пять. Пять лет. Пять лет, хорошо. Так, где ты подключился, в квартире или где-то в другом месте? Да, он показывает, спустился с потолка и сел на него. Понятно. Хорошо, мы рекомендуем Ержану почистить квартиру, потому что у него есть порталы, откуда сущности приходят регулярно. Хорошо, усиливаем потоки в 50 раз. Все, до последнего микрона возвращается, темная. Готово. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Ержан забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Ержан себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усиливаем потоки в 50 раз. Демон, какие боли ты причинял на физическом плане Ержану? Как это отражалось? У него вот эти пиявки, они его раздражают. И он постоянно депрессен, он только о них и может думать. То есть он как не в себе, он постоянно на одной волне депрессника из-за них. Из-за них. Хорошо. Мы нашли причину депрессника. Ноги тоже у него скованы. Как большой такой сапог, что ли, широкий. Обе ноги внутри. Обе ноги в одном сапоге. Если такое видели один раз. Тормозит он его. Да, он не может ходить просто. Тяжело. Демона, за что ты его так, я не пойму. Он же не просил у тебя никаких сверхсил, ни денег не просил. Ничего, я не понимаю, за что такая безжалостность. Я там много встречал уже демонов. Он говорит, откуда ты знаешь, что он у меня просил. Откуда я знаю? А я тебе скажу, откуда. Через пару минут я вытащу контракт, который ты с ним заключил. И все узнаю. Но ты свой шанс в этот момент уже потеряешь. И не рассчитывай на милосердное отношение с моей стороны после этого. Если я еще один раз повторю вопрос с демоном, ты на него не ответишь, ты об этом пожалеешь. Это уже второе предупреждение тебе. Третьего не будет. У тебя не было вопроса. Мой вопрос был касаемо контракта с ним. Я уже сказал. Сказал, буду успокаивать и быть рядом. Какие боли ты ему... Какие боли ты ему... Ну хорошо, ты вошел во сне. Кем ты ему предстал вообще, когда он согласился? Кем ты был? Светом? Ангелом? Святым? Или ты предстал в образе демона? Какой грех на нем висит? Я не пойму. Он что, магией черной занимается? Или чем-то другим? Он людей ест или что? Ты мне объясни. Какой у тебя повод был заходить в этого человека, кроме печали? И ты мне еще рассказываешь о контракте. Да ноль цена твоему контракту. Как у нас с реверсом, Вера? Закончил. Закончился. Отлично. Хорошо. Так. Сейчас я даю команду. И Арахноид выходит. Забирает все, что наставил в биополе. До последнего микрона. И идет в клетку. И докладывает о готовности к проверке. Ничего не забывая. В твоих же интересах, Арахноид. Голова у него. На голове. Сверху он сидел. Лапами все. Вот это протыкал. Своими. Плюс паутина. Так, Арахноид. Скажи мне, какую ты ему причинял боль на физическом плане? Как это ощущалось? Твое воздействие на него, Вера? Сейчас, подожди, он показывает. Забивал он его с мыслей. Концентрироваться не мог. Проблемы с концентрацией. Понятно. Ну, когда у тебя в голове такое. Забывал много. Вот как все это происходит на физическом плане. Вот такой маленький Арахноид. Паучок. Астральный. Больше него. А ты что? Большой такой? Вера, ты пропадаешь со звуком. Он вокруг головы и плюс на шее у него паутина. Арахноид, все снимай, чтобы этого ничего не было. Затыльная часть вот эта он снял все. Так, обращаясь к красному дракону. Дракон, выходишь, достаешь все, что ты оставил. Все проводочки, все платы. Все подключки, все снимай. Он говорит, что его душа из созвездия дракона, поэтому она резкая, и поэтому привлекла его, и поэтому ему было так легко зайти у них, ну, схожие вибрации, что ли, сказать. Я понимаю, что ты тогда им питался, если он же, получается, как бы, ты тоже из созвездия дракона. Не совсем, это разные вещи. А, понятно. Он снял все. Хорошо, ты имеешь в виду, наверное, эту драку цивилизацию, или как она называется, драку? Сказал, назови это так. Ладно, хорошо, все, он все снял. Так, обращаясь к суккубу, суккуб выходит, вытаскивает все свои ленточки, все, что он там перевязал, корсеты, ошейники, все уходит. И возвращается в клетку, докладывает. Самое истязание. Это суккуба идет, да? От суккуба самое истязание, да? Но от него не, он не разговаривает от него, как идет информация, что он сам себя истязает. А это энергия. А, понятно. На физическом теле все это делает. Но у него это отражает в своих мыслях. Он сам себя истязает мыслями. Хорошо, Ержан, вы слушаете. Все, что вам сейчас говорят интерференты. Эти черты в характере вы должны обязательно удалить. Так, черт, выходишь сейчас, снимаешь свои носочки, качельки, все, что ты там оставил. И возвращайся в клетку. На его, вот эти пиявки везде. Вот сейчас я, это в его интересах, если там хоть одна пиявку найду, я его сожгу. Вместе с пиявками. Тем более, мне непонятно этот порог жестокости, который демон с чертом к человеку применили. Поэтому они сегодня последние уйдут. Пока я не получу всю информацию, у меня это недостаточно. Еще неизвестно, в каком состоянии они уйдут. Демон говорит, ладно, расскажем, все равно узнаешь. Демон, ты знаешь? Прошлая жизнь тянется у него. А, с прошлой жизнью. Значит, это какой-то родовой. Убивал? Много убивал в прошлой жизни. Ну, расскажи, где это было, когда была, когда эта жизнь была? Османская империя. Нападение на другие страны. То есть это было не оборонительное, а нападения были, да? Да, бля, махал, рубил всех подряд. Всех подряд. И много зарубил? Десять лет воевал, пока его не убили. В каком году это было? 1535 тысячи. 545. Да уж. Но не я должен был принести тебе эту информацию. Да я вытащу по-любому этот контракт. Я по-любому могу и куратора спросить. Это не проблема. Но тебе зачтется то, что ты дал информацию. И я тебе поэтому отдам эту лярву, которую ты так очень хочешь получить. Не так ли? На голове. Хорошо. Так, черт, все забрал, Вера? Сейчас посмотрю. Да, он снял все. Хорошо, Димон, я прошу тебя сейчас выйти и вытащить все, что ты оставил в ее биополе и доложить мне. Черт снял все. Хорошо. У Димона нет ничего, все, черт снял. Хорошо, Димон, я тебе разрешаю забрать эти лярвы. Ничего не оставляй. Все забрал. Хорошо, так, сейчас я даю команду на рассинхронизацию энергии Ержана с энергией Демона, с энергией Черта, с энергией Суккуба, с энергией Красного Дракона и с энергией Арахноида. На счет три. Рассинхронизация, каждый забирает свои энергии. До числа, значение 100%. Готово. Хорошо, и я подхожу сейчас к Ержану, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом, высоковибрационным импульсом, сжигая все каналы к интерферентам на счет три. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Кик. Есть. И я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел Ержана. Контрольная проверка. Малейшие наночастицы уничтожаются на месте. Если что-то крупное будет найдено, моментально загорается в месте интерференции красная лампочка. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. Проводит проверку. Он чистый, но у него рана от этих пиявок. И у него под ним что-то темное. Не могу понять. Как яма. Идет информация, что он сам себе ее вырыл. Хорошо, я даю команду. И эта яма силами его намерения отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. Готово. Хорошо. И под этой ямой открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И оно улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, Вера. Значит, проверку они прошли, да? Да. Будем первых отпускать. И арахноид. Ты понял. В это биополе больше не приходить. Все понятно? Да. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Один, два, три. Он забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Я обращаюсь к красному дракону. Красный дракон, я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Найди себе новое место обитания. Получил все, что хотел. Даю слово дракона больше не приду. Хорошо. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте арахноида. На чистоте красного дракона. Один, два, три. И он уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Переходим на чистоту суккуба. Суккуб, ты все понял. В это биополе тебе дорога закрыта, да? Понял, да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Один, два, три. И суккуб уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. С тобой огненный пентаграмм. готова открывается портал против часовой стрелки на чистоте чертам один два три черты понял еще раз попадешь сюда будет никуда не уйдешь и черт уходит на свою чистоту забирает все что с собой принес закрывай опечатывай растворяй есть хорошо демон у нас пока постоит мы посмотрим что там у нас дальше еще найдется я по-любому его сегодня отпущу но мне надо в этой ситуации разобраться переходим на чистоту магическое воздействие для такого есть или было но проявляется переходим на чистоту неупокойные бесплотные души ты знаешь я не могу сказать что там что-то есть и также на магии но у него какое-то идет далекое-далекое что-то как будто вот туда руки к нему тянет давай это отправим сейчас клетку тюрьму 1 2 3 и вот этого что руки тянет выстраивается канал к ответственному 1 2 3 и притягивает его сюда если он такого есть или приходит мыслеформа устанавливаем экран и получаем полную информацию мыслеформа женщина на руки тянет у него чтобы попросить прощения тогда ее отголоски образом отразились на его жизнь до его мама она живая или нет она наложила на себя руки вот эти руки тянутся она наложила на себя руки хорошо так она нас слышит сейчас хорошо как ее зовут как нам обращаться к ней может имя не совпасть но попробуем узнать дает нам имя дает нам а б что-то она говорит что у меня давно другое имя понятно хорошо я понимаю вы на земле были мамой ержана да и вы совершили суицид ушли до из этой жизни да хорошо где вы находитесь сейчас на каком уровне она говорит что отрабатывая свой грех понятно ну дайте чуть больше информации на каком уровне вы сейчас находитесь ваша душа нулевом нулевой уровень хорошо давайте тогда сделаем так у вас сегодня есть уникальная возможность моем ее предоставим вы можете напрямую обратиться к ержанову если у вас есть какая-то какое-то пожелание или желание попросить у него за что-то прощения вы это можете сегодня осуществить вам это поможет она на колени встают хорошо говорить таком длинном черном каком-то как платье как как накидка такая черная да и белый платок на голове она ставит на колени и просит прощения у него и просит его чтобы он не повторил ее ошибок а за что она просит прощения она просит прощения за то что что она его оставила. Понятно, и чтобы он не попросил. Хорошо, Ержан, вы слышали, что вам ваша мама сказала сейчас. Вы хотите ей что-то сказать? Вы хотите ей простить то, что она вам этот груз скинет с себя, который вас тяготит прощением? Прощаете ли вы свою маму? Он говорит, что я не ожидал такого. Никто не ожидал. И он говорит, что мне очень трудно. Мне всегда было трудно. Ержан, у вас есть сейчас уникальная возможность закончить эти трудности. Если вы произнесете слова прощения, то у вас отпустит в душе что-то. Вам будет намного легче жить и спокойнее жить. Вот она ему говорит, что если ты не сдвинешься и не начнешь по-другому видеть ситуацию, ты всегда останешься в этой в этой грязи. Потому что вокруг него грязи именно много было. Вот эта яма, пиявки, ноги в этом черном каком-то сапоге. То есть вокруг него вот этот негатив очень много. И она говорит, что если ты не сдвинешься и не начнешь позитивно думать, тебя затянет так же, как затянуло меня. Это какая-то степень эгоизма. Я думала только о себе. И зашла в эту тьму. Когда у меня был светлый шанс развернуться. развернуться. Ну, она показывает, что она к нему поворачивается, как к маленькому ребенку. Она выбрала темноту. Понятно. Я, насколько знаю, вы в какую-то секту попали, да? Вы добровольно ушли или вас подталкивали к этому? Талкивали. Подталкивали. Ну, это действительно уже черный попахивает. Она говорит, что я перешла границу. Понятно. И не хочу, чтобы он перешел. Ержан, вы слышали сейчас каждое слово вашей мамы, которое она вам передала. С вашей стороны сейчас мы ждем прощения. Вы должны простить ее от всего сердца за то, что вам матери не хватило в детстве, когда случилась эта трагедия. Это очень важно. Подожди секунду. Она говорит, что если ты мне поставишь свечку и зажгешь, я буду знать, что ты простил меня. Ты можешь не говорить это сейчас, но переосмыслить. Хорошо. Давай сейчас сделаем это. И свечку такую толстую белую она показывает. Толстую белую свечку. Ержан, вы слышали, да? Он может сделать это на могиле или просто дома. Хорошо. Ержан, вы поняли? Он в шоке немножко. Он понял, да. Хорошо. Обязательно сделайте это. От него не идут вот эти чувства, от нее идут, а от него нет. Он в шоке. Ступор. Хорошо. Давай сейчас сделаем большую толстую энергетическую свечу. Один, два, три. Зажигаем ее и отправляем на уровень мамы Ержана. Ержана, два, три. Пусть этот маленький свет вам поможет. Она говорит, что я благодарю вас, но это должно быть. Это должно быть. Это от нас вам свет, а мы просим Ержана обязательно поставить, помянуть маму, поставить ей свечку, толстую белую свечу или в храме, или у себя дома. Нет, она говорит или на могиле, или дома. Или на могиле, или дома. Обязательно поставьте, или на могиле, или дома. Вы поняли, Ержан? Это важно очень для вашей жизни тоже и для маминой жизни дальнейшей. Он говорит, что ему надо многое переосмыслить. Это безусловно, особенно после этих интерферентов. Хорошо. Все. Значит, тогда, уважаемая мама Ержана, мы сделали все, что могли. Будем надеяться, что Ержан выполнит свою часть обещания и поставит вам эту свечу, тем самым облегчив вам вашу дальнейшую жизнь в том месте, где вы находитесь. Она говорит, что я уже свыклась с этим местом, и я уже иду наверх. Замечательно. Но здесь я для того, чтобы его предупредить, что... Чтобы он не повторил ваших ошибок. Да, не зашел в эту тьму. Хорошо, Ержан, вы это слышали. Очень много ловушек в жизни, поэтому включают сердце, иногда они голову и чувствуют сердцем. Оно никогда вас не обманет. Хорошо, мы тогда будем с вами прощаться. Мы все сделали, что мы могли сделать в этой ситуации. Будем надеяться, и Ержан вас простит. Если он сейчас не может эти слова произнести, он тогда это обдумает и зажгет эту свечу. Мы благодарим за такую возможность. И она говорит, что она стучалась, но не смогла достучаться до него. А там тяжело достучаться, там очень много сидело интерферентов в нем, поэтому он ничего не слышал. Мы сейчас это все убрали, я надеюсь, он теперь вас услышит. Благодарю все. Попробуйте с ним связаться, я думаю, у вас получится. Хорошо, я желаю вам всего доброго, мы прощаемся с вами, и пусть вас, любовь отца, осветит вам путь. Всего вам доброго. Рассинхронизируйся, Верочка, убираем экран. Хорошо. Так, с руками мы разобрались, они еще там есть, да? Угу. Давай, открываем, поднимем портал в галактическое дро, они улетают в галактическое дро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Надеюсь, эту ситуацию он закончит сам. Хорошо, переходим к негативным эгрегорам. Посмотри, пожалуйста, негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Там должны быть. Есть эгрегоры у него, некоторые потухшие, некоторые с энергиями. Вот так вот, некоторые с энергиями. Хорошо. Проводим работу по отключению негативных эгрегоров, сама тонкая копия приняла, принимет сейчас решение. Спрашиваем Ержана, Ержан, посмотрите на эти эгрегоры, вы готовы с ними расстаться? Это все негативные эгрегоры, которые к вам подключены и воруют только ваши энергии. Он говорит, что это здесь такое, от всех отключаюсь. Правильное решение. Вам это не нужно в этой жизни. Реально. Хорошо, проводим работу по отключению негативных эгрегоров, тонкая копия приняла решение и хочет отсечь от себя эти негативно воздействующие на его жизнь, здоровье, биополи и эгрегоры. Я подхожу к нему и помогаю Ержану моей собственной энергии произвести импульс высоковибрационного шокового удара и, значит, три, сжечь все негативно воздействующие на него эгрегоры. Один, это информация, что все, что происходит, происходит неспроста в таких сеансах. И то, что мама говорила про свечку, то есть, как ей нужна вот эта свеча, так же она и нужна Ержану. Понятно, потому что всегда идет урок двоим. Это действует в обе стороны всегда, конечно. Это точно так же нужно Ержану как Ержан спасает. какой-то свет ему нужен вот этот теплый. Хорошо. Так, ушли эгрегоры? Все улетели? Да. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, переходим на чистоту Лярвы. Если выходит фантом Лярв 1, 2, 3, открываем подним портал в галактической дроне, улетает в галактической дроне на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Вышли договора? Да, договоры есть. Хорошо, и сейчас контракт с демоном, вот этот демонический контракт подсвечивается отдельным черным цветом. Есть. Хорошо. Так, Ержан, посмотрите, пожалуйста, содержание этого контракта и договора с демоном. И расскажите нам, что там стоит. Он говорит, какая глупость, я был ребенком. Что я мог здесь согласиться? Вот так. Типа, которого мне не хватало. Да. Это, наверное, случилось тогда, когда в возрасте 9 лет, когда эта трагедия в вашей жизни была, да? 10 лет. Немного позже. Немного позже. Понятно, он воспользовался моментом. Хорошо. Будем все аннулировать. Вы посмотрели на все контракты, все поняли? Еще есть какие-то у вас вопросы? Нет, аннулировать все хочу. Отлично. Хорошо. Я говорю вслух, а вы повторяете за мной. Внутренняя власть, у моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковой есть. Готово. И закрываем тогда портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Контракты аннулированы. Готово. Все, демон, нет контракта. И купить тоже нет. Ну, я понял. Хорошо, ты готова уходить? Я готова давно уже. Понятно, больше в это тело больше не приходи. Не приду. В другом месте. Ладно, хорошо, ты сегодня получила, во всяком случае, больше всех для себя. Лярвочку забрала, так что тебе нет повода для особо быть печальным, как у других. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И он забирает все, что он с собой принес, уходит безболезненно на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя, истовоогненная пентаграмма. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняем всю чужеродную энергетику из этой комнаты за пределы и остается только твоя энергия, моя и Ержана. Пусть тонкая копия Ержана вспомнит самый счастливый момент и даст нам числовое значение. 600. Подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Ержана до числового значения 600 Гц. Пошел подъем. Он говорит, что это что-то приятное из детства. Привыкаете. И заботная радость. Вот это энергия и должна у вас всегда быть, Ержан. Все остальное мы убрали. Вам сейчас надо померять полностью свое поведение, привычки, реакции и все у вас будет хорошо. Обязательно поставьте свечу в маме. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, мы закончили чистку и у нас остались вопросы к куратору. Сейчас будем вызывать куратора. И я прошу куратора или учителя Ержана прийти к нам в комнату диагностики. Мужчина. Снимается все маски, гулограммы. Фантом предстоит перво с данным виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ержана. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Мин. Мин. Мы приветствуем вас, уважаемый Мин. Вы куратор или учитель Ержана? Учитель. Учитель. Отлично. Уважаемый учитель Мин. Меня зовут Влад. Это Вера. Вот стоит ваш подопечный Ержан. Он попросил нас своим воле и злиянием провести чистку от интерферентов. Мы достали вы наверняка в курсе уже, что мы там из него достали. Демон 21 год сидел. Все, что могли убрать, мы убрали. И вот он еще изъявил желание задать своему куратору или учителю 10 вопросов. Он говорит, что куратор довел его сюда, а учитель он, потому что пришла пора учиться заново жить. Абсолютно согласен. Мы сегодня к этому выводу тоже пришли, потому что даже его мама с того света передала ему эту информацию, чтобы он не повторял ее ошибок. Пора жить. Хорошо, уважаемый Мин, у нас 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти 10 вопросов вашего подопечного? С удовольствием. Для этого я здесь. Эти вопросы он составлял сам, поэтому я прошу вас, если вдруг какие-то вопросы вы не захотите отвечать, просто так и сказать, что я не могу ответить или пока еще рано или как, но вы сами знаете. Первый вопрос. Какой уровень души у меня? Он имеет ввиду, скорее всего, на каком уровне находится высшее я? На восьмом застрял на девятой ему пора. Хорошо. Второй вопрос, наверное, уточняющий, кем я был в прошлой жизни? Когда у него была эта прошлая жизнь? Кем он там был? Одну из прошлых жизней ты уже сегодня услышал. От демона, да? Рассказал он, как он там погулял в 1500 каком-то году. Это она была? Это была одна из прошлых жизней. Я могу немножко расширить или рассказать другую? Пожалуйста. Что выбери одну из двух? Расскажите об одной жизни его, которая, ну, скажем, недалеко лежит, скорее всего, прошлое, потому что я не думаю... 1718 год. Франция. В этот раз ты был девушкой. Чем занимался? доложить тебе, чтобы смягчить твои ошибки, но ты продолжал развращать мужчин. Окей, хорошо, благодарю вас. Я думаю, этого будет достаточно. Если вы хотите еще что-то добавить, или мы можем переходить к следующему вопросу? Я хочу добавить, что много неприятностей пришли в твою жизнь из прошлых. Люди и ситуации, с какими ты сталкиваешься, агрессируют отношения к тебе из-за того, что ты сделал в прошлом для них. Люди, которым ты делал больно в прошлых жизнях. Вот как! Они мы встретились и в этой жизни, и получается вот это кармическое... Я только хотел сказать кармический возврат. Благодарю вас, уважаемый Мин, больше чем понятно. Могу я переходить к другому, к третьему вопросу? Если вы закончили, конечно. Третий вопрос я читаю дословно. Этот урод, который меня избил в школе, это была моя карма за прошлое или нет? Просто обыкновенная ситуация. Его эта ситуация как-то очень сильно шокировала в жизни. Видать, он пережил какой-то... Кто-то его избил в школе. И вот вы сейчас сказали, что эти люди появляются. Это не один из таких людей, который появился в его... Один из таких людей. Были и другие. Понятно. Значит, это расплата за прошлое, правильно получается? За прошлые... Люди, которым ты делал больно, физически или морально. Конкретно этот случай был 1535 года. Убийство. Да, там демон рассказывал, что он налево-направо махал саблей, не разбираясь. Понятно, как это все нам возвращается назад. Благодарю вас, уважаемый Мин. Печально немножко. Хорошо, я перехожу туда к следующим вопросам. Вы закончили. Проходи. Четвертый вопрос. Какое мое предназначение на эту жизнь? Ты уже сполна получил уроков. Твое предназначение, доброта. Для того и ты пережил эти уроки, чтобы остаться добротой. Ты начинаешь черстветь. Душа превращается в камень. Остановись. Ты должен сделать выводы из этого, а не искать ревенч. Реванш. Да. Месть. Месть притягивает только демонов. Это я могу подтвердить. Больше никого. Это очень трудно пересмотреть все. Простить, отпустить и начать с чистого листа. Но сейчас у тебя столько света и цветов, что многие двери открылись. Надеемся. Если он изменит сознание. Если нет, это все, к сожалению, может повториться. Он изменит для этого и учитель здесь. Замечательно. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый Мин. Вы закончили? Я могу продолжать. Пятый вопрос. Я сразу извинюсь, я объяснял, нельзя задавать куратору или учителю вопросы такого плана. Что мне делать в конкретной ситуации? Как мне, например, заработать денег? Или чем мне заниматься, чтобы это... Но этот вопрос был здесь занят. Я его прочитаю, а вы решите, уважаемый Мин, как вы на него будете отвечать или нет. Итак, пятый вопрос. Стоит ли мне дальше заниматься трейдингом, торговля на бирже, финансовые спекуляции? Там я заработаю приличные деньги? Я начинал это и бросался в 2014-15 годах. Или мне дальше работать на моей обычной работе? Но он смеется и говорит, что нужно подумать о душе. Как ты выиграешь, так же ты проиграешь. И решение принимать тебе. Для этого он и здесь собирает свой опыт, негативный или позитивный. Надеюсь, это будет позитивно. Если ты будешь развивать душу, у тебя не будет возникать таких вопросов. Я бы хотел добавить это просто, но это очень трудно. Буду рад, если Ержан поймет мой ответ. Человек, достигший определенного уровня материальное положение, перекладывает на второй план и находит способы добывать средства к существованию и развивать душу. на жизнь. Правильно. Благодарю вас. Все понятно здесь. Вы абсолютно правильно сказали. Так и есть. Шестой вопрос. Здесь целая ситуация. Когда я был маленький, я не знаю почему, но я сам желал матери смерти. Я ей говорил, чтоб ты сдохла. С чем это связано? Может, это моя какая-то прошлая жизнь. Она мне плохо сделала, и я на этой интуиции ей это все вспоминал, не могу сам понять. С папой отношения не очень близкие. Он эгоист, и когда я рос, не помню, чтобы он уделял мне внимания. Он был просто отстраненный. Вопрос. Родители мои, это не родные души, скорее всего, а скорее, наверное, отработка. Просто подбор похожих людей, чтобы мы типа друг друга воспитывали. Карма? Вопросительный знак. Такой вопрос. Карма. Причем для всех. То есть, это не первая встреча всех. С мамой ты ближе. Мама могла изменить ситуацию и развернуть тебя и велицом, но она выбрала другой путь. Ты это всегда чувствовал. Понятно. Поэтому такая реакция. Благодарю вас. Мы можем продвигаться дальше? Да. Седьмой вопрос. Опять ситуация. Меня беспокоят всякие мировые войны. Будет война. Большая и голод. Это вопрос. Надо копать бункер. Я чувствую много беспокойства, особенно после 2020 года и ковида. Еще прочитал всякие книжки художественных. Плюс много видел, посмотрел на ютюбе, всякие предсказания, всякие старцы. Это забирает ментальную энергию на жизнь. Сижу и жду плохое. Короче, негатив был сильный весь 2020 год. Надоел мне этот негатив. Ожидание плохого, ожидание войны. Я сам накрутил себе много. Честно говоря, я не вижу вопроса здесь. Сейчас депрессия у многих. Поэтому и нужно развивать душ в такие моменты. Копать бункер или вставать на баррикады. Это будет твой выбор. Отсидеться не удаться никому. Те должны принять выбор. Уважаемый Мин, я эти слова слышал буквально дословно от моего учителя. Это Архангел Ханиил. Он точно так же сказал, что отсидеться будет невозможно и каждый будет вынужден принять свое решение. И сейчас раз вы повторили эти слова и у меня немножко так аж прям холодок прошел. Значит действительно грядут какие-то события, которые каждого человека... Не грядут, они уже происходят. Я понимаю, что это не является целью нашей сегодняшнего разговора, но благодарю вас за эту информацию. Тогда я перехожу к восьмому вопросу. Сколько у меня было воплощений на... Сколько воплощений на земле я прожил? Девять. Следующий вопрос. У меня было слабое зрение, а еще я его убил компьютером. Потом сделал лазерную терапию на глаза и вижу отлично. Думаю то же самое сделать для роста. Есть комплекс неполноценностей по поводу роста. Стоит ли мне делать эту хирургическую операцию по увеличению роста. Я в замешательстве. Я понимаю. Я понимаю, уважаемый Мин. Я понимаю, как это все не связано с духовным ростом и поэтому это его личное решение. Если он хочет, может делать. Если не хочет, может не делать. Я так скажу. Я не знаю, как вы считаете. Прими себя такой, какой ты есть и начни развиваться. Увеличение роста не принесет к тебе правильных людей. Правильных людей принесет к тебе развитие. Займись, обрати внимание на восточное учение, прокачку энергии и литературу. Может, вы дадите какой-то конкретный ему совет или просто общая фраза восточная, потому что там очень много. В течение, я должен вам заметить, уважаемый Мин, у нас там далеко не вся правдоподобная информация на земле. Очень много информации. Займись изучением, про лечение тебе откликнется. я не призываю ни к чему, я направляю. То, что выбираешь ты, войну и бункеры, приносит тебя к депрессии. Выбирай ту литературу, которая принесет к тебе развитие. Я бы ему еще мог дать совет, как человек, живущий тоже на земле, поменьше смотреть телевизор и эти негативные программы. Очень засоряет это энергетические каналы и очень трудно будет потом со временем отличить правду от лжи. Поэтому телевизор это действительно клоака такая, которая выкидывает на нас целую кучу проблем. И для того, чтобы услышать себя, надо быть находиться в тишине. Если ты постоянно смотришь войны, у тебя автоматически вырабатывается эта вибрация войны. И она кого притягивает эта вибрация? Точно не положительных людей, а таких равных тебе. Потому что закон притяжения мы притягиваем то, что мы посылаем. Если мы посылаем страх, мы получаем страх. Если мы хотим бункер, мы получаем войну. И действительно это все можно манифестировать. Я прошу прощения, уважаемый Мин, я просто из опыта более встреч с кураторами и учителями. Мы неоднократно возвращались к таким вопросам. И вот просто такая точка зрения уже обсуждалась. Я от себя добавил. Если вы хотите меня поправить, пожалуйста. Ты ответил в том же русле, что и я говорил. Хорошо, уважаемый Мин, тогда мы еще пару вопросов зададим. Сколько процентов негативной темной энергии уже набрал Ержан? 27. 27. Пора остановиться. Все, хорошо. И по высшему яму узнали, уровень узнали, что пора ему уже переходить. И самый последний вопрос. Почему я постоянно получал число 116 в период 2015 по 2019 год? Это ангел посылал мне эти цифры, или я просто сам тупо фокусировался на том, что видел и замечал сам это число? Куратор посылал. Лучше спросить у него. А, значит, это число получалось, и это число 116 ему посылал Куратор. А вы не могли бы его смысл хотя бы объявить сейчас, озвучить? Что он означало? для него. Он хотел переключить тебя. Значит, попытки шли достучаться с 2015 года к нему. Правильно я понимаю, уважаемый Мин? Достучаться и переключить. Понятно. Случилось это два года спустя, в 2021. Надеюсь, мы его сегодня немножко переключили все вместе. А там аккуратор ушел, здесь учитель пришел переключиться. Уважаемый Мин, мы закончили все вопросы, которые написал ваш подопечный. Если вы хотите от себя что-то ему лично сейчас добавить, это был бы самый лучший момент. Думаю, что достаточно информации на сегодня. О да, я тоже так думаю. Уважаемый учитель Мин, у нас есть добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя из любых миров, которые к нам сюда приходят, обязательно получают от нас подарок. Это может быть любая мыслеформа, если вы что-то знаете с земли, природу, например, или же может вам какие-то продукты нравятся или какая-то одежда. Мы это все можем для вас манифестировать и все материализовать. Покажите мне море с кораблями. Море с кораблями. Хорошо. Какое море вам? Теплое море, холодное море? Теплое море. Теплое море. Верочка, тогда давай сделаем крепкий залив, пальмы, белый песок, тюркизового цвета море и огромные вот эти лайнеры, которые у нас сейчас ходят. Также парусники. Все виды кораблей, которые у нас есть на земле, видны из берега. Один, очень интересные корабли. Могу я увидеть старые версии. Каких годов? 1718? Да. Или ранее? Что? Подойдет. Отлично. И убираем эти корабли на счет 3, 1, 2, 3. И на счет 3 появляются старые корабли 1700 годов. 1, 2, 3. Это все парусники всех самых разных форм, от самого маленького до самого большого. Прекрасно. Благодарю вас за этот подарок. И еще один пиратский корабль для полноты, чтобы вы видели, какие они выглядят. 1, 2, 3. Появляется пиратский корабль. Они любили в Карибском заливе очень сильно гулять. Также с разным флагом. Замечательно. И, Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. 1, 2, 3. Это самый единственный чистый продукт, который остался на земле. Уважаемый учитель Мин, я прошу вас принять это в знак благодарности за вашу помощь, за нашу встречу сегодня. Это от нас. Вы меня удивили. Видите, как хорошо. Я не ждал такой встречи. Вот такие мы. Благодарю вас. Благодарю вас. Вы на вас. Вы на очень многие вопросы сегодня ответили. И я надеюсь, что... У нас, есть друг Мин, которому он может обращаться в любой минуту. Вы слышали, Ержан. Вы можете ментально взывать к своему учителю Мину. Для этого надо войти в легкое состояние транса, установить защищенный канал, именно сказать, защищенный канал, к учителю, позвать его по имени. И первый ответ, который вы услышите, это будет от него. Не анализируйте, принимайте все так, как есть. И потихонечку вы привыкнете и втянетесь уже в дискуссию. Благодарю вас за все, что вы сделали сегодня для меня и для моего подопечного Ержана. Благодарю моему и вас. Это наша работа. И мы хотим ее исполнять хорошо. Мы прощаемся с вами, уважаемый учитель Мин. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, мы еще когда-то встретимся. И желаю вам всего наилучшего. Прощайте. Рассинхронизируйся, Верочка. Он ушел. Ержан, вы довольны встречи? Ержана такие вибрации идут светом каким-то, которым его наполнили. Замечательно. Цветами. Обязательно идут два слова свет и цвета. Хорошо. Мы закончили работы. Его было много черноты. Вот эти цвета он должен научиться принимать цвета в свою жизнь. Я очень надеюсь, Вера. Ержан улыбается, он доволен и ему очень много переосмыслить надо. Желаем успехов на этом пути. И для усвоения вибрации и энергии возвращаем тонкую копию Ержана в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта один, два, три и переносись в нашу комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Я на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok